Елочные игрушки ручной работы – ценный подарок на Рождество и Новый год. Каждая такая игрушка уникальна. В неё вложен труд стеклодува и душа художника. Клавдиевская фабрика находится недалеко от Киева. Основана она в 1949 году как завод по производству лабораторного стекла. В 1953 году её перепрофилировали, и фабрика стала выпускать ёлочные украшения. В большинстве своём – это ёлочные шары. Однако фабрика может производить стеклянные украшения достаточно большой сложности. На ней работает 60 человек, главным образом женщины. Они выдувают стекло и затем художественно оформляют игрушку. На этот процесс времени уходит в 10 раз больше, чем при использовании автоматизированных линий. Бывает, берёшь игрушку по пять раз в руки, рисуешь одной краской, отставляешь, оно сохнет. А сейчас зимой у нас сохнет очень плохо, поэтому дольше времени нужно. И так пять раз можно взять в ручку. Это же время от 30 игрушек, от 20 в день, если сложно, и до 100 штучек. Оплата художника за одно украшение составляет 2-3 гривны. Это около 7-11 рублей. В магазинах украшения продаются за 10-30 гривен. Эта работа не для каждого, говорит Людмила Забило. Да, здесь работают люди, кому работа нравится. Потому что здесь нужна усидчивость. Она немножко, может, нудная. Поэтому работают те, кому нравится. С возрастающей конкуренцией на рынке фабрика столкнулась с финансовыми трудностями и была вынуждена ввести в свою работу некоторые новшества, такие как проведение экскурсии, которые привлекают и детей, и взрослых со всей Украины, напоминая им о давних традициях выдувки стекла и живописи. Другим нововведением, направленным на то, чтобы привлечь клиентов, является фабричный веб-сайт. Современный стиль веб-сайта создаёт контраст с обликом самой фабрики, которая мало изменилась со времён Второй мировой войны. Основная проблема фабрики – это нехватка квалифицированных рабочих. Чтобы стать квалифицированным стеклодувом, нужно учиться в течение, по крайней мере, полугода. И только тогда почувствуешь, что можешь работать здесь. Но вообще, когда приходят молодые люди, они не остаются. Но это очень специфическая работа. Нужно всё время сидеть. Летом жарко, зимой холодно. Не все согласны на такую работу. Ну так уж. Не каждый не захочет вот это вытремать. Несмотря на финансовые затруднения, у фабрики есть надежда, что спрос на ёлочные украшения ручной работы будет расти. Покупатели Центрального универмага Киева отмечают более высокое качество игрушек ручной работы по сравнению с пластмассовым импортом. Покупатели дают предпочтение украинским игрушкам. Стеклянным. Потому что стеклянные идут, ручная роспись. Поэтому они намного лучше выглядят, чем пластиковые вот эти, которые стоят вниз. Другие страны также покупают украшения Клавдиевской фабрики, так как людям больше по душе товары ручной работы. Практически все украшения, около 96%, сейчас идут на экспорт в Германию, Бельгию, Голландию, Францию, Великобританию, США. И лишь 4% остаётся в Украине.